Хотелось поделиться с вами словом, немножко просуждать. Мы сейчас с вами посмотрим за окном и увидим, что Господь сегодня даровал нам новый день, новое утро. И тоже можем сказать за это славу нашему Господу. Мы видим, что наступает новое время года. У нас в Сибири уже весна, достаточно тепло становится. И чем же, можно сказать, сложно это время и чем оно опасно? То с малых лет знаешь, что нужно слушаться родителей, нужно делать все, что они говорят. Но порой это бывает сделать сложно, потому что с юных лет ты считаешь себя уже взрослым и думаешь, что ты знаешь больше родителей и знаешь, как делать. Они уже взрослые, сильные, уже многого не знают, не понимают, но, как правило, после этого получаются какие-то проблемы со здоровьем в том числе. И вот хотелось бы порассуждать на такую тему, тепло или холодно, вот так вот назову ее. И когда в университете приходили на один из предметов, он такой был, ну, непосредственный предмет, за него не спрашивали, экзаменов не было. Пришел, на тебе зачет и все. Ты получаешь определенную отметку в зачетную книжку. И там преподаватель говорил о достаточно ценных вещах, вот как сейчас понимаю. И он задал такой вопрос. Какая температура для человека более опасна, плюс 5 или минус 5? Ну, вся группа так посмеялась, конечно, минус 5, ну что, это же холодно. А она говорит, вы не правы все, самая опасная температура – это плюс 5. Мы все-таки, ну, а почему плюс 5? Она начинает рассказывать и приводит ряд случаев, что, когда мы смотрим на градусник и видим, что на улице минус 5, мы что говорим? Холодно, правильно? Нам нужно надеть шапку, надеть варежки, надеть там потеплее, там двое штанов надеть и кофту надеть. Когда на улице плюс 5, мы что говорим? Тепло, шапку можно не одевать, можно одеться посвободнее уже. Весеннюю, летнюю куртку одеть. Но разница-то совсем небольшая. И вот эта вот психологическая оценка того, что происходит на улице. Может, солнышко увидели. Вот сейчас вот видно, что солнышко сидит, что-то перепекает еще слегка. И думаешь, на улице-то тепло. А выходишь, а там температура очень низкая и близкая к нулю. И вот эта разница, она очень опасна для человека. И говорит, что большинство заболеваний, большинство проблем со здоровьем у человека, когда он не одевается по погоде. То есть на улице плюс 5, он одевается по весеннему. И, соответственно, на следующее утро уже и температура, и полный нос, и голова болеть может, и уши могут срелять, и так далее. То есть не пободрствовал, когда это необходимо нужно было сделать. И мы с вами сейчас обратимся к Священному Писанию. Тут тоже говорится о пяти мудрых, о пяти неразумных. Это притча о десяти девах, записанная в Евангелии от Матфея в 25 главе. С первого стиха. Тогда будет Царство Небесное, тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы и поправили светильники свои. То есть мы с вами видим, что к этому мероприятию были готовы все. Все взяли с собой светильники, но не все взяли с собой масло. Если мы выходим на улицу плюс или минус пять, мы все равно одеваемся, правильно? То есть мы не говорим, что на улице плюс тридцать или плюс двадцать, что можно в одной футболке выйти. Мы одеваемся, мы куртку-то в любом случае оденем. Но вопрос, какую мы куртку оденем? То же самое было у десяти девок. Одни знали, что нужно с собой взять масло, а другие не знали. Но светильники взялись все. То есть для нас это может быть таким прообразом, что приходя на служение, мы все приходим. Все пришли на служение, все здесь присутствуют и сейчас все слушают. Все вникают, все рассуждают. Но все ли складывают это в свое сердце? Все ли готовы это применять и готовы изменять свою жизнь, что-то в себе находить? То здесь, как мы видим в притче, не все готовы. Пять были не готовы к тому, что масло может закончиться. Пять были не готовы к тому, что придут сложности определенные, придут трудности, температура. Когда ты выходишь на улицу днем плюс пять, возвращаясь вечером, она может стать уже минусовой. И тогда ты понимаешь, что уже и холодно, уже и что-то надо делать, уже и двигаться надо быстрее. А иногда возможности такой нет, и ты можешь замолеть. Также и духовный человек, когда надеется на то, что все в жизни будет складываться хорошо, он может попросту перестать бодрствовать и сказать, что у меня сейчас все хорошо. Я сейчас хожу на служение, пребываю в общении с верующими. У меня все хорошо складывается. Я могу Библию читать уже не два раза в день, не три, а один раз достаточно. А бывает, что и несколько раз в неделю. И этого достаточно будет, у меня в жизни ничего не меняется. Но как Священное Писание говорит, что Царство Божие будет подобно десяти девам. Пять мудрым и пять неразумным. Бывает в жизни попадешь в какие-то трудности или сложные обстоятельства, когда необходимо будет та помощь, и где-то нужно будет простить, и где-то нужно будет понять человека, а этого нет, и тебе делать этого вообще не хочется. И ты понимаешь, что причина этому не тому, что ты сегодня не помолился и сегодня не почитал Слово, а неделями или годами ранее, потому что это началось уже давно. Девы пришли задолго, ну, заранее перед тем, как пришел жених. У них было время приготовиться, сходить еще купить, но они, как Библия говорит, они задремали. И настало то время, когда они попросту об этом забыли, что у них масла нет. Они считали, что это нормально, этого хватит, и все будет хорошо. Но, как мы читаем дальше, Мудрые же отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, поедите лучше к продающим и купите себе. Тогда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Остальные пять, как говорит Священное Писание, туда не попали. То есть проблема, она получилась сразу. Но последствия перед, ну, то время, которое было перед этой проблемой, его было очень много, и была возможность что-то исправить, что-то поменять. И когда порой мы приходим на служение, то в нашем сердце вместе с нами приходят наши проблемы, наши заботы, наши мысли. И бывает, что, приходя на служение, мы находимся здесь, и мысли вместе с нами находятся. И когда мы слушаем пение, слушаем Священное Писание, когда кто-то нам что-то свидетельствует, рассказывает стихотворение, мы не это слушаем. Мы смотрим, но мы слушаем то, что в нашем сердце, и то, что нам говорит, что нужно определенные проблемы решать, чем-то надо заботиться, там нужно сделать, там нужно что-то отремонтировать, то Священное Писание, как сегодня уже говорилось, возложите все заботы на кого? На Господа. Если мы приходим сюда слушать Священное Писание, то нам необходимо приходить сюда не только со светильником, но и с маслом, или получать здесь то масло, которое дает Господь. И еще зачитаю Священное Писание, это Евангелие от Луки, 21 глава. 36 стих. «И так бодрствуйте на всякое время и молитесь». Господь говорит, чтобы в этом месте Писания, чтобы мы бодрствовали во всякое время, независимо от того, хорошо ли у нас все в жизни, или плохо, готовы ли мы сейчас молиться, готовы ли мы сейчас слушать Священное Писание и вникать в Него, или только тогда, когда у нас, можно сказать, так подожмет, что нам необходимо уже и пост брать, и отдельно за это молиться. И вчера, общаясь с братьями, такой пример, они рассказали, что если в машине есть система охлаждения, если туда воды залить, и вот в это время оставить, возможно, она замерзнет. И когда вода замерзнет, она начинает расширяться. Мы все с вами это прекрасно знаем, и в детстве, может быть, даже в школе такие опыты проводили, когда в бутылку набирают воды в стеклянную, и она утром лопается, если доставить ее в такую погоду, то когда мы воду наливаем туда, на улице тепло, зимой, вот ночью становится холодно. И мы думаем, что ничего не случится, вода, так же ночью тепло будет. Но когда мы об этом вспоминаем, мы думаем, наверное, нужно было воду-то вылить все-таки. Лучше бы эта система охлаждения, она осталась целая, и ты жалеешь о том, что ты тогда так не сделал. И так же христианин, если он на служение приходит, но не получает той благодати и той силы, то потом он начинает жалеть и говорит, нет, лучше бы я на том в служении был и внимательно все слушал, чем те последствия на протяжении всей остальной недели или жизни я получал, что где-то я не пободрствовал, где-то я не простил, где-то я не сочувствовал какому-то человеку и не помог ему. И порой бывает тоже, когда разговариваешь с детьми или беседуешь с ними и говоришь им, что вот этого делать нельзя, ну там элементарно даже телевизор смотреть нельзя, компьютер играть нельзя, в интернете сидеть нельзя, то они приведут тебе ряд причин, по которым можно там быть. Они скажут, что это необходимо для учебы, это полезно, там очень много интересного, с этим не поспоришь. Это как раз-таки тот плюс пять градусов, который полезен. Но за ними исследуют еще другие минус пять, которые не помогают человеку и от Бога его отдаляют. То есть для нас необходимо понять, что есть то, что нас назидает, а есть то, что наоборот нас отдаляет от Бога. Поэтому желание сердца молиться о том, чтобы мы в это время, когда у нас у всех может быть все хорошо, у всех там, не то что по телефону, у некоторых и по два, и по три есть. Если сравнить с тем временем, которое было раньше, то такого не было, и об этом некоторые могли и мечтать, и даже и мечтать-то сложно было. То сейчас время очень хорошее, у нас есть все, мы живем, и недостатка практически ни в чем не имеем. То сейчас мы можем понять, что температура у нас в плюсе. Но когда у нас станет минус, мы поймем, что чего-то не хватает. Не хватает где-то духовного, не хватает, что мы уже забыли Совещенное Писание, мы не вникаем в него. Мы каждый день его читаем, но это становится обычной книгой, которая находится на столе. Она не дает никакой нам силы, она перестала быть тем словом Бога. И молитва, когда мы приходим на собрание, она становится формальностью, что мы находимся здесь, мы молимся, но мы ничего не получаем, и уже все потеряли, хотя время, когда это было, было все хорошо. И поэтому желание сердца молиться о том, чтобы мы во всякое время могли бодрствовать и могли понимать, что если сейчас время хорошее, то необходимо понимать и заранее готовиться к тому, что возможно будет и то время, когда температура будет минус. Аминь.